Всем привет дорогие друзья, вы на канале Бомми ПК. Как вы помните, в прошлом видео мы собрали компьютер за 60 тысяч рублей, и у меня осталось еще 30 тысяч, которые тоже не будут лежать без дела. Я постараюсь собрать игровой компьютер за эту сумму и показать вам весь процесс сборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Целью является максимально дешевый компьютер, который будет тянуть все современные игры на высоких настройках. Он должен быть красивым, чтобы было проще продать, и достаточно мощным, чтобы исполнить мечты любого танкиста или дотера. Еще важна скорость доставки, так что сегодня без Алиэкспресса. Выбор основы пал на i5-10400F. Процессор с 6 ядрами и 12 потоками с частотой от 2.9 до 4.3 ГГц от Intel. Я думал взять i3-10100F, который стоит в два раза дешевле и показывает хороший результат в играх за свои деньги, но такого камня все-таки будет недостаточно для комфортной игры на высоких настройках. В таких играх, как Cyberpunk, процессор, конечно, задыхается. А вот i5-10400F хватит на любую игру в Full HD разрешении. Стоит он около 8000 рублей. На материнской плате я хотел сэкономить и взял MSI H510MA Pro из DNS. Многие скажут, что лучше было бы взять B-чипсет, но я не вижу в этом особого смысла. Такие материнки стоят дороже, а производительность сильно не улучшается. Но если жаба не душит, можно и взять. Итак, берем любую мать на H или B560 чипсете и готово. Моя же материнка обошлась в 5500 рублей, при этом у нее отличная зона питания процессора, нормальный внешний вид и, конечно, есть M2 слот. Оперативку я взял из своих запасов с прошлых сборок. Это снова XPG, на этот раз GameX D45 на 16 гигабайт с частотой 3200 МГц. Стандартная оперативная память, в DNS такая стоит 3800 рублей. А вот с видеокартой уже пришлось подумать. Я уже делал такую сборку с RTX 2060 Super, и ее производительность мне очень понравилась. И к этому процессору я бы советовал именно ее. Но нам все-таки нужно сэкономить, так что я решил поискать варианты дешевле. GTX 1060 обошлась бы дешевле всего. Но, как по мне, это видеокарта уровня i3-10100F, а в нашу сборку нужно что-то помощнее. Не буду больше тянуть, и это будет GTX 1660 Super на 6 гигабайт. Это, пожалуй, самая ходовая видеокарта в сегменте до 15 тысяч рублей. Большинство людей видят эту видеокарту как эталон недорогой производительности. Капы с ней разлетаются быстрее всего. Наши же я купил на Авито за 10 тысяч рублей. Пришла карта в идеальном состоянии, но я все же решил поменять термопасту и посмотреть в каком состоянии термопрокладки. Все-таки 1660 от Colorful я еще не брал, но знаю, что бренд хороший. Хоть по виду вы можете и подумать, что это какой-нибудь китайский мутант. Но позже погоняем ее в фурмарке, посмотрим на что она способна. В бюджетную сборочку я тоже поставлю M.2 NVMe диск, но на 512 гигабайт. А дата с Forsyth я заказываю уже в пятый раз, и скорость этих дисков меня полностью устраивает. Стоит такой всего 3 тысячи рублей. Охладить пыл этого камня сможет любой кулер с ТДП от 120 Вт. Я же взял ASEE 214XT от ID Cooling, о чем в итоге очень сильно пожалел. Но об этом позже. ВПшник, как обычно, я взял от Deepcool. ПФ 500 на 500 Вт будет вполне достаточно. При выборе блока питания вообще всегда смотрите на калькулятор мощности БП. Я пользуюсь сайтом Atbequiet. Там может ввести все ваши комплектующие и посмотреть на сколько процентов они будут грузить в ваш блок питания. Лучше всего выбирать блоки питания, которые грузятся от 50 до 70% в вашей конфигурации. С корпусом в этот раз я не промахнулся. Я взял First Player Trilobit T5 White за 4 тысячи рублей. И компьютер смотрится в нем просто шикарно, по моему мнению. Со сборками мне, кстати, будет помогать мой друг. Это всего третья его сборка, но он будет стараться. Пока, не судите строго, это Аким. Итак, как я уже сказал ранее, я очень глупо просчитался с кулером, так как взял RGB модель, подключения которой на моей материнке не было. Так что вентилятор кулера вообще не светился. Повезло, что у меня в запасе был вентилятор от AeroCool, которым я и заменил не светящийся вентилятор. На температуру это повлиять никак не должно, но все-таки жалко, что наша сборка лишилась красивого вентилятора. Теперь перейдем к тестам. Начнем мы их с AIDA64. На кулере все-таки не родной вентилятор, так что нужно убедиться, что с охлаждением все будет в порядке. Включаем на 15 минут стресс-тест системы и смотрим температуры. С температурами процессора все отлично. Теперь переходим к видеокарте. Врубаем так называемый бублик в 1080 пикселей и смотрим температуры. За 15 минут видеокарта прогрелась до 68 градусов, что является нормальным результатом. Команде подопытных сегодня добавим игру Atomic Heart. Сейчас это будет очень актуально. Я, кстати, эту игрушку уже почти прошел, и пока что она мне безумно нравится. Всем советую пройти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дмитри Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok